МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие телезрители! С вами программа «День веков» и мы ее ведущие. Я Евгений Воскресенский. И я Юлиана Шаха. 6 февраля 1931 года – день рождения последнего немого фильма «Огни большого города». Его создал великий комик Чарли Чаплин. Картина была снята уже после прихода в кинематограф «Звук». Чаплин был в традиционном для себя образе маленького бродяги, смешного и трогательного. Его герои, влюбленные в слепую цветочницу, за всеми правдами и неправдами пытался достать деньги на ее лечение. Дальше пересказывать не буду. Наши зрители, не сомневаюсь, знают сюжет прелестного фильма. В 30-е годы Чаплин ставит свои самые значительные картины. «Огни большого города» и «Новые времена», которые суждено было стать последним бастионом немого кино. И хотя к этим фильмам было записано музыкальное и шумовое оформление, оно, скорее лишь, служило усилению контраста между цивилизацией машин и человеком. «Огни большого города» – повесть о любви, в которой немало намеков на экономический кризис, вошедший в историю как великая депрессия. 6 февраля 1898 года в Киеве на свет появилась Алла Константиновна Тарасова, прекраснейшая актриса. Молчи, Волк! Не оправдайся! Больно же так ему! Тарасова выросла в семье военного врача, потом уехала в Москву, где поступила в школу драматического искусства при Московском художественном театре и познакомилась со Станиславским. На сцене Московского художественного театра ей была особенно близка русская драматургия. Островский, Чехов, Толстой. Тарасова играла Аню в Вишневом саде, Ирину в «Трех сестрах», Грушеньки в сценах из «Братьев Карамазовых». Лучшей трагической ролью Тарасовой в театре считается роль Анны Карениной в спектакле «Анна Каренина по Толстому». В кино актриса снималась в фильмах «Гроза», «Петр Первый», «Без вины виноватые». Современники называли Тарасову очень умной, закрытой для посторонних глаз, поистине великой актрисой, составляющей гордость и славу театру. Ишь ты! 6 февраля 1899 года родился еще один выдающийся актер, эксцентрик, мастер пантомимы, буфонады и гротеска. Сам себя комиком не считал, в то время как за рубежом искусство Мартинсона сравнивали с искусством Чаплина. Сергей Мартинсон умел все. Режиссер Леонид Траубер писал. Музыкальность Мартинсона не просто его умеет, не танцуя, музыкально двигаться, не пая, не пая, не пение. Как не дешевая игра в перевоплощении, его гримы, гиперболически заостренные и до жути точные. Как не просто умение располагать тело в пространстве, геометрический рисунок его пребывания на экране, на сцене. Казалось, все это и пластичность, и точные движения, и гримасы давалось артисту чрезвычайно легко и естественно. На самом же деле, за всем этим скрывались профессионализм и скрупулезность. Мартинсон не мог себе позволить выйти к зрителям или даже к режиссеру на репетиции неподготовленным, не продумавшим поведение и характер своего героя до мелочей. «Должна быть фантазия, яркая, причудливо», — говорил Сергей Александрович. Его герои порой казались карикатурными, как сказочный Дуримар или фанатичный Гитлер. Однако именно в таком ключе необходимо было играть эти роли именно в этих фильмах. В то время как Мартинсоновский Карандышев был классически трагичен, а старый князь, дядюшкин сон, до трогательности глуп. Сергей Мартинсон снимался в кино фактически до конца своей жизни. Последние годы актер страдал потерей памяти. На съемках фильма «И жизнь, и слезы, и любовь» текст роли ему подавался в наушник. И Сергей Александрович повторял слова, импровизировал буквально перед камерой. И если уж мы заговорили об актерах с яркой биографией, грешно не вспомнить киноактера Рональда Рейгана, ставшего во второй половине жизни сороковым президентом США. Рональд Рейган родился тоже 6 февраля 1911 года в штате Иллинойс. В 1932 году закончил Юрикский колледж, получив степень бакалавра искусств. Через пять лет Рейган пребывает в Голливуд, где начинает работать на киностудии в Бурбанке. Его первой работой была роль спортивного комментатора. С 1937 по 1976 год Рейган снялся более чем в 50 фильмах, играя ковбоев. Во время Второй мировой войны Рейгана признали негодным к строевой службе из-за слабого зрения. Тем не менее, в 1942-45 годах в звании старшего лейтенанта, а затем капитана, он служил в спецподразделении ВВС, где готовились учебные и документальные фильмы. Осенью 1966 года Рейган одержал победу на выборах губернатора Калифорнии от республиканской партии. В 1968 и 1976 годах Рональд Рейган выдвигал свою кандидатуру на пост президента США от республиканской партии, но потерпел поражение на национальных съездах партии. Выдвинуться в президенты от республиканцев Рейгану удалось только в 1980 году. Зато успех был впечатляющим. На предварительной стадии он выиграл 29 праймерис, баллов из 34. При этом заметим, что Рейган стал самым пожилым человеком, когда-либо избиравшимся на пост президента США. Он стал много хорошим, хотя были, конечно, и ошибки. Но прежде всего Рейгана хочется вспомнить добрым словом за то, что в годы его правления фактически закончилась холодная война. А теперь самое время поговорить о спорте. Тем более, что 6 февраля 1968 года в Гренобле торжественно открылись 10-е зимние Олимпийские игры. В них участвовало свыше 1100 спортсменов из 37 стран. Впервые самостоятельными командами выступали команды ГДР и ФРГ. За соревнованиями наблюдало свыше 600 миллионов телезрителей. Героем Олимпийских игр и национальным героем Франции стал горнолыжник Жан-Клод Килли, выигравший три золотые медали. Наши фигуристы Белоусова и Протопопов стали двукратными чемпионами. Сенсацией также стало победное выступление советского прыгуна с трамплина Владимира Белоусова. Единственная к тому времени золотая медаль прыгунов в отечественной истории. После 16-летнего перерыва первенство вновь завоевали спортсмены Норвегии. Продолжая спортивную тему, скажу, что 6 февраля 1971 года в ходе прогулки по Луне американский астронавт Алан Шепард продемонстрировал удар по мячику от гольфа. Как гласит легенда, предтечей гольфа стала старинная забава шантландских пастухов от скуки загонять палками круглые камни в заечи норки. Однако на пальму гольф-первенство по-прежнему претендуют итальянцы и голландцы. В частности, голландцы убеждены, что именно их средневековая игра гольф была в свое время экспортирована в Шотландию. Несомненно, одно. Именно шотландцы распространили гольф по всему миру. Представляем вам прогноз погоды на 6 февраля 1933 года. В этот день в Якутии была зафиксирована самая низкая температура в обитаемом месте Земли. Минус 68 градусов по Цельсию. И в заключении напоминаем про очень важные для всех нас народные приметы. Сегодня день преподобной Ксении Петербуржской, покровительницы северной столицы. Имя Ксения в простонародье звучит как Аксинья, а это значит, какова Аксинья, такова и весна. Коли до Аксиньи полухлебницы жито хватит, то до новых новин останется половина, а до корма подножного треть. А если в ведра на полузимницу придет красная весна, а метель на Аксинью полузимницу сметет корма. Родившиеся в этот день дамы хорошие работницы. Им следует носить сердолик. А мы, Елена Шахова, и я желаю вам доброго настроения, уважаемые наши зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok